Принцип введения немецкого языка у Дины Чернецовой прост. Преподносить свой предмет так, чтобы он захватывал и вдохновлял детей. И не важно, какой возраст ученика, для того, чтобы развить личность каждого школьника, как пятого, так и одиннадцатого класса, педагогу помогают различные методы и приёмы обучения. Как любой учитель, я акцентирую внимание на том, наверное, что нужно детям, что им интересно. Если это старшие классы, это желание пообщаться, наверное, не только с учителем, между собой, работа в группах, это парная работа, это актуальные какие-то вопросы, вопрос свободного времени, занятия спортом. Если это младшие классы, это больше какие-то игровые моменты, детям интересно спеть песню, прочитать сихотворения, сделать театральную постановку. Школьным учителем Дина Чернецова работает уже второй с половиной год. До этого была преподавателем немецкого языка в Солигорском государственном педагогическом колледже. И бабушка, и дедушка – заслуженные учителя Республики Беларусь. Глядя на достойный пример, солигорчанка решила продолжить семейную профессию и пойти по стопам родственников. Видеоурок, творческое самопредставление, неожиданное задание. Победить в конкурсе профессионального мастерства педагогических работников можно было лишь выполнить все задания на отлично, с чем наша героиня успешно справилась. Самым ярким впечатлением на конкурсе – это, конечно, было проведение мини-урока и участие в мини-уроках учителей-конкурсантов, моих коллег. Во-первых, необходимо было за 15 минут научить немецкому языку абсолютно неговорящих конкурсантов, чтобы они в конце урока по истечении 15 минут какой-то выдали продукт на иностранном языке. Ну и, во-вторых, было очень волнительно и интересно сидеть в качестве учащейся. Каждый учитель, скажем так, рад, когда дети учат его предмет. И меня вдохновляет, наверное, если дети стремятся получить знания, если им интересно, тогда учитель старается сам учиться. Есть такая фраза – лишь кто-то имеет право учить, кто постоянно учится сам. Нужно отметить, что, одержав победу в областном конкурсе, Дина Чернецова не только повысила мастерство своей профессии, но и престиж учебного заведения, в котором работает. Не за горами новый школьный год, а значит, новые победы и достижения.